Выставляемся потихонечку, выставляемся. Аня ставит жерлицы. Живчики у нас такие красавчики приехали. Кто-то приехал даже уже второй раз. Будем сейчас выжидать, если у нас налимы. Обратите внимание, как тепло 1 апреля. 1 апреля на рыбалке. Ирич такой рыбачит с нами. Сейчас поставим жерлицу. Жерлицу мы ставим на глубину и отматываем 2-3 раза. Флажки я сделал огромные, чтобы было видно даже с расстояния километр, что он стоит и можно было бежать. Кто-то спрашивал, зачем флажки нужны. Флажок это сигнальный сработка. Когда рыба схватит живца, то соответственно катушка размотается, флажок сработает и подымется. И нам будет сигнализировать о том, что на этой жерлице кто-то есть. Ребят, ну вот мы пока мы ставили и у нас сработочка. У нас флажок. Бежим проверять, что у нас, кто у нас. Ай-яй-яй. 1 апреля будет что-то первое. Что-то будет первое. Его видно за километр. Ура! Сейчас мы кого-то выловим, а может никого не выловим. Но главное, что у нас сработал первый флажок. Это прекрасно. Хотя сейчас еще утро. Сейчас самое время для прогулок щучек. Побежали быстрее. Еще налить кругом. Ну что, размотала? Нет, не размотала. Ну тут длинная. Нет, просто дернула. Нет. Безобразие. Не ставило нас бежать. Ну ладно, главное есть. Есть. Значит, поспали мы. Вот, приезжаем. Смотрим, у нас флажок стоит. Еще что-то трещит даже. Ты схвати ее. Есть, да? Не зря трещит снег. Левка трещит. Лунка не лезет в волую щуку. Или что-то наоборот. Что-то прям тяжело идет. Ешкин кот. Как она тяжело шла. Это я понимаю. Так, тихо. Тут ничего не перекусить. Вот. Ну это уже хоть что-то приличное. Первая щука. 2 кг. Нас первым почином. Ура! Ура! 2 часа поспали. Приезжаем. А тут якобы все флажки стоят. Но стоял всего лишь один. Вот. Странно. На обед и так плохо рыбачит. Очень странно. А, ну ты говорил, что давление падает. Давление падает, да. Там 10 сразу атмосфер падает. Ну вот, когда соточка такая. Приличная, плотненькая очень. Щучка. Да, чувствуется. Ну стоп, привет. Котлета. Ага. Котлета. 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 Заряжаемся. Смотри, капает прям кровь на... Ой, да, точно. Вот так вот. Вот так вот, да. Одень красивые штаны. Дергалась. Да. Ладненько, давай. Забрызгивай ее. Ого, слушай. Она еще чуть-чуть дергалась. Да? Да. Да. Тут же налить. Держи крепко. Ну, как она убирается. Ой-ой-ой. Конечно. Пару раз бы дернула. И все. Есть. Слушай. Щука не лезет в лун. Хочу сказать, что это, по-моему, что-то серьезное. Это жир лица второй раз. Аааа. Ух ты. Вот это. Стравливай, если что. Нет. А это не смеет. Иначе начну стравливаться. Обратите внимание, ребята. Какие эмоции испытывает Аннушка. Ты не наматывай на руку, Аня. Не наматывай. Держи, держи, держи. Под лед заводит и все. Это лунка, которую не хотела сверлиться. Я говорю, не наматывай. Держи жир лица. Держи, держи, держи. Да, держу. Так не держит. Я держу. Жир лицу держи, хрюшка. Рыбачка Соня. У нас, слушай, под лед все заводит. Ну, особенность рыбы сейчас, она прямо еле берет, она за лед, зараза. Под лед идет и все. Крючком. Или вообще поперек поднимается. Не бросай леску. Крючок. Она залет, забивая и все. По-моему, сама ушла красотка. Как там я тебе в прошлом году говорил? Я тебе жир лицу доверил. Да не говори, слушай. Вот она поперек становится. Ты прикинь, что делать, да? Ну, там большая, наверное. Явно, что не килограммушка. Не спускай жир лицу, чтобы не давать. Пробуй, пробуй, вытравливай ее. Выманивай. Ты всю зиму тренировалась. Давай. Главное, чтобы она захотела в лунку. Так вот, да. Вот это самое интересное. Вот момент. Поднимай, поднимай, поднимай. Попробуй ее. Не берется же она до самой уст, понимаешь? Поэтому... Давай поменяемся, попробуй уж ты. У меня что, руки другие? Более волшебные. Уж упустишь, ты будешь виноват. А так буду я виноват. А так буду я виноват. Ой, будешь виноват. Зачем мне это надо? Я лучше посмотрю. Красиво поснимаю. Нет, вообще совершенно никак. А лед глубокий? Лед как раз вот здесь. А, нет, здесь, да, нормально, здесь метр. То есть я рукой там ее не поправлю. Тут наледи еще, знаешь, сколько? Я ее, короче, рукой не поправлю, значит. Не наматуй на руку. Отрежет тебе все. Просто держи крепко и... Так вот она поперек стоит. Я понимаю. Щука хитрая. Надо туда тоже рукой, блин, влазить. Давай, давай, давай. По крючок бесполезно, да? Нет, нет, нет. Я крючок тебе могу дать. Нет, крючок там тоже ничего не дать. Ну, крючок потом, когда хоть что-то здесь ты... Я руками поравняю. Мне бы вот туда залезть. Обратите внимание, как девушка ничего не боится. Ни в лунку залазить, ни в пасть щуки. На вот этот вот раздвинь, на, потяни на меня. Вот. Так, а мы ее, знаешь, что попробуем там сейчас вспугнуть, если что, да? Нет, ты крючком за рукоятку возьми. Так, рукоятка-то... И попробую ее там, где-нибудь там. Когда морды как-то мне завести, что-то красотка. Она там... Тихо, тихо. Ох, слушайте, кажется, пошла. Кто тут у нас умный такой? Ох, ты ж какая ты! Какая хитрая! И вся на болячках, смотри. Ой! Чума-щуки! Вот это чума-щуки! Вот у нас... И с той стороны, да? Нет, у меня чистая. Чистая? Да. Вот это, ребята, чума-щуки. Эпизоофия. Называется эпизоофия. Она... Вот так вот это все выглядит. Наиболее активно, скажем, или как это сказать, проявляется пик заболеваний в сезон нереста. Поражает и не только щуку, но и всю белую рыбу, даже налима. Поэтому хорошо, что ты ее не выпустила. Да, она бы перезаражала. Она бы перезаражала всех вокруг щук. Поэтому... Презаражала всем спиннингистам и вообще как бы рыбакам. То есть для людей это заболевание не опасно. А то есть понятно, что... Кстати, вот когда мы разделывали такую щуку, это только внешнее проявление заболевания. То есть мясо там как бы нормально вот прямо под ним. Но мы эту часть всю срезаем и отдаем на корм желатинки. А остальное все обрабатывается. Обратная сторона нормальная. То есть, в общем, как-то съедобно, вкусно. На качестве мяса я и не могу сказать, что это как-то отразилось. Скажем, белая рыба болеет. У нее ерошение получается. Вот на шелухи вот этой. Вот. Но в целом как бы... Между прочим, тут тоже подняли интернет. В 1928 году в Германии вот была сильно поражена популяция щук. Вот. И фактически вывелось все поголовье. Но по-научному это называется все стадо щук. То есть Германия перед войной очень восстанавливала популяцию щук. Вот именно из-за... Возможно, ветер забивает микрофон. Поэтому все остальное мы напишем в описании по поводу этой такой щучки. Болячки. С такой болячки эпизиофия. Эпизиофия. Сейчас она прямо катушку бьет. Сейчас буду пробовать очень аккуратно. Очень много наледей. Наледь глубоко. Ай-яй-яй-яй-яй. Видите, как она стравливает. Так, за что-то она у меня тут зацепилась. Так, ладно, ее сейчас отпустим чутка. Ага. Пошла, пошла, пошла. У нас жерлицу откусила. Прямо вообще. Вот зараза. Все, встала? Посередки. Встала посередки. Друзья, смотрите. Вот это рыба. Вот это рыба. Вау. Вот это рыба. Это просто невероятно. Обалдеть. У тебя, нифига себе. Это просто монстр. Друзья, это монстр. Это просто монстр. Я еле ее достала. Ну, вот так вот. Сейчас будем запчасти доставать. И пальцы. Самое главное, пальцы. Одна печалька, друзья. Смотрите. Она больная. Здесь вот тоже рыба стала болеть. Вот такие вот... Вот такие вот раны у нее. Ну, говорят, что чума щучья. Для людей она не опасна. Мы первый раз у друзей тут увидели вместе, рыбачили. Вот. То есть, и вот впервые за много лет рыбалки нам попалась такая вот больная рыбка. То есть, для людей она не опасна. Вот. Но самое главное, друзья сказали, не запускайте их обратно. Потому что они заражают друг друга. Вот. А от чего это происходит, честно сказать, не знаю. Либо травмы какие-то, либо еще что-то. И вот, видите, такой вот внешний нарост, который постоянно кровит. Вот. Ну что, дружочек? Будем доставать у тебя теперь еду, которую ты поедешь. Смотрите, с добычей идет. Да. У меня двушка. Да ты что? Да ты что? Мы забыли крючок возле палатки. Но так как очень тяжело идти. Вот. Я еще тут без варежек. Я обычно в варежках, я посмелее, конечно, туда лажу. Вот. Но... Ну покажи своего монстрика. Сейчас, подожди. Больная. Смотри. Вау. Ага. Ну, вырежем. Да, вырежем. Я показала, в камеру рассказала про нее. Вот, что такое бывает. Страш. И вот и нам попалась, да? Да. Вот и нам попалась. Ребятки, еще и одну... Обалдеть. Только отвернулись. Только отвернулся, да. Пока дошли. И вот она сидит. А где лунка-то? Что, ее затоптала, что ли? А, Суша, уже налить съехал. Может быть, и затоптала? Да нет, ты затоптала. Тут прыгаешь. Да нет. Наверное, отчасти. Да, я ее еле вытащила. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще флажков стоит. А мы приехали, думали, вообще ничего не будет. Да, говорим, хотя бы одного на линчика поймать. И будем счастливы за вот эти четыре дня. К восьмому марта. Так, ну что, получается у тебя? Да, да, да. Готовь, пожалуйста. Ставлю на паузу.